Как уже было рассказано, ваше ведущее, прежде всего, позвольте мне в преддверии этого большого праздника поздравить всех военнослужащих, прежде всего, действующих военнослужащих, которые сегодня находятся в строю, несут в службу, выполняют боевые задачи в поступающем профессиональном празднике, в Днём защитника Отечества. Особые слова хотел бы выразить благодарность и наилучшее пожелание – это нашим ветеранам. Ветеранам Великой Отечественной, ветеранам военной службы. Всем тем, кто выполнял и долгое время находился в действующем строю. Особо хотел бы сказать о том, что здесь город Питер, Сан-Петербург, город Мояской славы, гордости нашего Отечества, военной составляющей нашего Отечества имеются славные исторические традиции. Поздравить всех, тех, кто своим мужикам, героиням принесли победу нашего народа и завоеваний. Желаю всем здоровья, счастья и просветания. По плану нашей сегодня предконференции, я хотел бы как-то построил ее отделение. Мне отвечать или давайте я коротко выскажу по тем задачам или тем проблемам, которые мы в течение ряда последних месяцев решали на родном военном. Я бы хотел коротко подвести итоги прошедшего 2019 года. Прежде всего, чем мы будем заниматься в 2019 году. Чего мы достигли, куда мы идем, ну а потом уже тогда мы ответим на вопросы, которые плановят вот здесь участники все еще. Прежде всего, хотел бы отметить о том, что год для нас был очень и объемным, серьезным и, должен уверенно вам сказать, много сделано. Прежде всего, в чем это заключается? Вы знаете, что 1 сентября 2019 года у каждого президента было сформировано новые совершенно виды органов военного управления, которые называются объединенные стратегические команды. И мы являлись первыми вооруженных силами, когда было сформировано объединенные стратегические команды. А за этот год мы практически полностью изменили структуру управления. В составе объединенного стратегического командования, вы знаете, вошли, это бывшие московские военные, в Ленинградский военные, вошли Балтийский флот, Северный флот, первые командования ВВС и БОВ. Вот этим командованием работана большая-большая определенная практическая деятельность как органы военного управления. Прежде всего, в планах, задачах они сформулированы, четко подсказанное. И 2011 год проектировался для нас большими и серьезными этапами, связанными с проведением различных видов обучений. Если говорить от малых до больших обучений, в общем, мы в течение этого года провели свыше 300 тысяч обучений. Из них наиболее крупные и весомые такие мероприятия, которые были и с вами освещались, в том числе, это определение стратегических обучений и участие в ЧИССОЮЗУ-2011. Это совместно с войсками Республики Беларусь. Вы знаете, на этих обучениях они проводились практически в течение месяца. Было задействовано свыше 12 тысяч различного состава, свыше 2 тысяч различной техники. Проводились, в основном они проводились на территории Гороковецкого полигона, это Московский, Нижегородская область, в большом московском военном управлении. Вот где уверенно вам надо сказать, что мы достигли определенного уровня и уровня боевой подготовки, и в работе органов управления. И должен отметить о том, что показали как войска, так и личный состав. Нормальное понимание, нормальное выполнение задач. У нас в соответствии с нашими международными соглашениями с Республикой Беларусь проводится раздва года серьезного учения. Это в 2012 году у нас идет подготовка к следующим учениям, которые будут проводиться на территории Беларуси. Я думаю, они такие же будут масштабные и по своей значимости, но и по тематике они будут, наверное, еще изменены и более интересны. Серьезное мероприятие, которое мы проводили в течение 2011 года, и я вот должен вам сказать, что только буквально несколько дней мы завершили, кто-то из наставника принимал участие в мероприятиях, не так давно проведенных 17-го числа в Северо-Адвинске, в Северо-Адвинске, в Северо-Адвинске. Это связано с прибытием наших кораблей на лицо на данной группировке, с адмиралом Кузнецовым, который выполнен в течение двух месяцев, выполняли задачи по выходу в океанскую зону, прошли ряд больших морей, начиная от наших северных морей, Борисового моря, и выполняли задачи о своей пронесении организации боевой службы в Средиземном море. Задача выполнена успешно, я должен сказать, это отмечено в соответствии на решение министра обороны. Люди справились со своей задачей. Корабельно-авиационная группа начинала свыше 9 кораблей Северного и Балтийского флота. Летчики отработали тот объем задач, который поставлен перед ними, свыше 300 вылетов боевых самолетов в организации прикрытия и боевого дежурства. Это относилось и к истребительной авиации, и к авиации корабельной. Наши вертолетчики выполняли еще больше количества налетов часов, свыше 300 часов, как ночных полетов, так и дневных полетов. В целом, эта задача выполнена все успешно. У нас проведено ряд учений тактического звене, общевосковых тактических учений бригадного масштаба. Должно сказать, что уровень мастерства и уровень боевой подготовки, прежде всего, слаженность органов военного управления тактического звеня, наверное, можно уверенно сказать, поднимается на более высокий уровень. К чему мы и стремились. Для нас, вы знаете, год назад мы создавали, слушай, ну не год назад, наверное, два уже года назад, мы создали новое объединение тактического звена, отказались от полков сокращенного состава, дивизии, перешли на бригадный уровень управления, и практически все бригады у нас выполняли задачи, связанные с проведением практических учений. Растет мастерство и боевой подготовки, но это такие промежуточные показатели, которые можно говорить, конечно, долго, я ниже остановлюсь в деталях, а не в таком специфике этого года. У нас серьезные изменения прошли и в плане выполнения мероприятий, связанных с качественной подготовкой контрактников. Для вас, как для всей журналистской публики, всегда это очень полно вопросов, что мы делаем по отношению контрактов. Вот я вам должен сказать, что в 2011 год принципиально пошли новые изменения. В чем это заключается? Я всегда еще могу сомнаться, конечно, на не так давно выступление премьер-министра Владимира Владимировича Кукина. Это связано со статьей, которая была в публике два дня назад о сильном гарантии национальной безопасности для России. Вот он тоже говорит, как раз, переходит на новый публик, на наши новые видения, контрактники, которые мы для себя должны представлять и должны понимать, куда мы идем. Прежде всего, мы прекрасно понимаем, и раньше, я вам должен сказать, как командующий, я всегда это понимал, что контрактная армия – это очень дорогое довольство для государства. Всегда это было, если мы не могли. И те неуспехи, и тот опыт, который мы накопили в определенной степени при формировании контрактника, еще раз показывают, что такой контрактник, который еще несколько лет назад для нас был, он нам не очень-то нужен. Это он не должен государству. Мы на контрактник оставим, прежде всего, такие направления или такие задачи, которые будут, и видим в нем, высокого профессионального. Идет освоение сложной техники. Оно неуклонно будет иметь развлечения. Второе – это роль командного состава среди контрактников, как младшего командира. В том числе, во всех вопросах аспекта жизнедеятельности, казармана, поведения военнослужащего, взаимоотношений между ними. Поэтому контрактник должен быть определенным требованием. Поэтому требования эти, которые мы сегодня предъявляем, контрактникам мы задали, и эту работу проводим неуклонно. В чем у нас заключается? В конце прошлого года мы практически провели ассоставание всех контрактников. И я вас уверяю, что 50% контрактов вынуждены были оценить. Критерии оценки были от уровня физической подготовки до профессиональных качеств. Не все, к сожалению, отвечают этим требованиям. Это первое. Второе – совершенно изменили подходы в комплектовании перехода на контракт. В чем это связано? Сейчас создана система, и вот 2012 год, наряду с тем, что те контрактники, которые остались, они выполняют, в основном это касалось контрактников, связанных с несением боевой службы и его прохождения службы. На плотах – это надводные силы, подводные силы, где наиболее тщательно подать и стасы. И тому примеру, как раз, выполняет задач корабельно-эмиссионная группа, о которой я только что говорил. А вот сухопутная компания антивойнадзорожность силы, к сожалению, пока мы этого уровня не достигли. Тем не менее. Контрактник будет отбираться по следующему принципу. Меняются подходы отбора на контракт. Сейчас у нас идет принцип отбора и комплектования на контракт. В каждом субъекте будет существовать специальная наборная комиссия, которая будет методом тестирования отбирать на контракт, предъявлять ему пример. И каждая эта комиссия будет и материальной, и, естественно, административно заинтересована в отборный контракт, и нести за эту персональную ответственность. Тем более государство все сделало, начиная с социальной планки, поднять и финансовое обеспечение контрактникам, и социальные льготы. После этого контракт не попадает в межвидовые учебные центры, в которых в течение месяца проходит, будем так говорить, психологический отбор, психологическая подготовка. В чем это будет заключение? Это очень серьезные физические нагрузки, очень серьезные моральные нагрузки, которые должен для себя сделать вывод. Способен он это выдержать в програждении своей службы или нет. Тем самым уже идет второй этап отбора и комплектования воинских частей. Только после этого в контракт не попадает в специально создаваемые межвидовые учебные центры, в которых будет осуществляться подготовка на контракт. И в завершение этого контрактник попадет в целях прокажения службы войска. Вот на этого контрактника, нового контрактника, мы ставим план. И эта задача поставлена и президентом, и министром, поставлена министром, и генеральным штатом для нас. Этим мы сейчас занимаемся. С учетом тех год, которые определены для контрактника, и социальный пакет, который дается им, мы считаем, что это позволит нам качественно получить контрактника, и те нагрузки, и надежды, которые мы предлагаем на него, на него будут оправданы. Что касается подготовки военнослужащих в срочной службе, вы знаете, что уже в течение нескольких лет мы призываем военнослужащих, и они проходят снова в течение одного года. Какие качественные изменения здесь и в течение 2011 года, и в задачи 2012 года у нас стоят перед нами в срочной службе. В прошлый год, в 2011 год, мы изменили систему подхода боевых подготовок. Сегодня, ни для кого не секрет, мы не знаем, но, во всяком случае, и вас призываем, и приглашаем вас, пожалуйста, посмотрите. В системе боевой подготовки военнослужащий тоже качественно меняется, сама программа боевой подготовки и распорядок дня. Ежедневные занятия физической подготовки для настоящее срочной службы составляет 5 часов. Это 1 час мутренняя физическая зарядка, 2 часа. Это независимо дня или чем, где находится на полевых выходах или находится в расположении. В путье постоянной действительности у каждого случая это 2 часа занятий по физической подготовке и плюс 2 часа это дополнительных занятий. Но это игры, но в любом случае спортивные игры. То есть 5 часов. Я вам могу сказать, что мы, конечно, с учетом, к сожалению, у нас есть претензии сегодня призывного контингента и его физического развития. То есть до военной подготовки, той, которая проходит еще у нас в гражданской среде, призываемые ребята, включая и ребят, которые имеют высшее образование, физический уровень, крайне слабо, на сегодняшний день. Это мы должны прямо признать. Поэтому мы не стараемся это сразу делать какая-то определенная физическая нагрузка и ломка, а постепенно идет на ручку. Но требования одни. К концу года службы на случай должен выполнить все из-за информативы, которые не представляют его, но не менее на отсыпку хорошо или отмечены. И результаты такие и есть. Я вас уверяю, это результаты есть. Мы можем поехать в районскую часть в любое. И вы можете проводить на занятия, посмотреть подразделение, которое имеет по признанному соответствующим. А возраст уровень физической подготовки, конечно, отменяется. Мы не просто развиваем спортивную базу и материальную базу физической подготовки. И у нас сегодня такая тенденция. Не все мы освоили. Просто и времени хватает, и финансовое обеспечение. Но в частности большинство военных городков и в частности здесь, в Полинградской области, мы только строим и будем до конца этого года будет дорог 6, даже 7 мы считаем 7 спортивных залов. Если говорить о западном области, это порядка 18 спортивных больших соображений. Что из себя представляет? Это хорошие современные технологии спортивные залы, которые могут переоборудоваться и одновременно могут поддирекционными и автором залом. То есть построены по современным принципам, которые и гимнастические залы, и залы для реальной силовых каких-то определенных нагрузок или там рукопашного боя, так же, как и игровые залы. И это действительно у нас в рамке сейчас поставлен очень жёстко. Сегодня мы переодели всех военнослужащих, я вас уверяю, мы переодели всех военнослужащих в спортивную форму одежды. Она идёт от зимней до летней спортивной формы одежды. Это тоже очень большое затратное дело, но я считаю это оправданное дело, которое действительно вооружённые силами и сердце оборудования на это пошло. Поэтому у нас не в сапоргах соответствовали логиках, где одевают свои спортивные костюмы зимние и летние и люди занимаются интенсивной подготовкой и физической подготовкой. В системе боевой подготовки, как с основной части, я сказал физической подготовки, это с основной часть боевой подготовки. Меняем опять подходы. У нас сегодня вооружённых сил не лимитирует ни количество мотор-весносов, ни количество топлива, ни количество боеприпасов. Поэтому требования сегодня в уровне боевой подготовки для сухопутного компонента, на сегодняшний день мы поднимаем планку для стрельбы ночной и дневной порядка 50%. Практически не ограничиваем количество боеприпасов в моем случае. Поэтому день-ночь интенсивная боевая подготовка. Наша задача номер один, это сегодня в уровне боевой подготовки на качественное скачево сделать позиции, из-за того, чтобы горслужба готовит солдат, как защитника Отечества, последующим авиационной составляющей государства и его авиационного резерва, готовить профессионально. Что мы делаем? Где-то лучше, где-то лучше. Но эта тенденция, она не объявлена, она ли она не идет. В системе боевой подготовки, можно сказать, большое принципиальное отличие о том, что мы идем по принципу сейчас создания межвидовых учебных сантов. То есть вся система боевой подготовки и то, что, так называемые, многие из вас покатили службу, учебные части подразделения, они будут олицетворяться по принципам. Ну, естественно, военно-морская составляющая, она будет своя, сухопутная, своя, авиационная, там, где подразделение обеспечения, конечно, в нелетном составе. Я сам досрочник, когда я считаю, это будет своя. Четвертая отличительная особенность. Сейчас принято решение, и мы пойдем по этому принципу, и уже созданы основы, уже приступили к работе. Мы будем создавать межвидевый учебный центр, который будет в каждом объединенном социалистическом командовиче один. Это что из себя представляет межвидевый центр? Если мы раньше, и многие из вас были на полигонах, принимали участие в боевой подготовке, или Сергей, или просто кто-то проходил службу, то этот центр совершенно другого типа. Он напичкан электроникой. Принцип такой. Приезжают подразделения, боевская часть, бригады, сдаются зачеты на электроники, соответствующие их тестируют профессионалы, начиная от солдата до командира бригады. Дается допуск на проведение мероприятий, это слаживание тактического звена, рота, батолет, последующие, и бригады, какие учения. Затем выходят на бригады и практические учения, и реально не боеприпасами, а электронными пушками, электронными лазерами, на дальность реальных рубежей, выполняются профессионалы с теми, кто приезжает. Я прекрасно вижу и думаю, что первоначальные результаты будут очень низкие. Но я думаю, мы это преодолеем. Поэтому этот центр у нас практически в основе уже в теоретическом плане создан. Он будет на базе Гороковецкого полигона, это будет шоу, на территории Московского полигона. Молинский коллега там были, знаете, многие там вырвали, большой учебный центр. И уже приступили. Это совместно делается не только нами, это при помощи топчели. Мы взяли в топчели за вооружение, на вооружение и некоторые немецкие технологии. Но программное обеспечение, наши требования, наши основные понятия, наши нормативные показатели, это все вводится туда. Это вот одна из таких особенностей. То, что касается по подготовке.